здравствуйте сегодня очень короткий ролик это не обзор потому что к сожалению мне эта машина попадалась только в состоянии которое надо продавать новое я не мог ее разбирать тем не менее поговорим сегодня о баше 30 стой в общем в общем симонс екью третью серия и также это представители этой серии в виде баба ша в топе бюджетных кофемашин до в категории до 20 тысяч я включил этот bosch как рекомендованный к покупке но на самом последнем месте то есть для тех чтобы было общее понимание что я в прямом смысле не советую эту машину и скажу следующее категория до 20000 она вообще бедная там если вы мы выбираем новую кофемашину у нас сегодня 56 модель вообще по всей россии и соответственно о чем я и сказал и у меня не было даже категории можно купить но не рекомендуется то есть там куда включая машины которые либо слишком дороги для своей цены то есть нормальный качество слишком просто дорогая цена или же машина которую качество сомните но они не сломаются то есть теориях можно было бы купить но есть лучше в этой категории до 20000 рублей советовать особо нечего у нас остается машинки которые нельзя покупать то что они разваливаются это китайский машин и philips 2000 на серии 2100 серик смолы да и машинки которые можно купить и вот выделяя три модели самое низшее место занял у меня именно этот bosch естественно речь шла об акциях на алиэкспресс до 20000 когда он стоит обычно продается он порядка 30-35 сименс и 3 серии вообще может продаваться от 35 до 50 тысяч а зачеркнутые ценники в видео сейчас показывают что аж вот за целых 80 тысяч она продается понятное дело что зачеркнутым ценникам верить не надо однако однако в чем проблема проблема заключается в том что эта машина новая по-настоящему новая то есть до этого bosch не делал машины на таком заварочном блоке похоже заварочный блок стоит накиди q9 но немножко другой а у него не был машин с такой экономии как этот bosch и об этом сейчас поговорим и выделял его только в цене до 20000 то есть когда у нас реально выбора практически нет там было три модели если фильм стоял как посередине моего пока разбирать не будем разберем лучшую машину который действительно можно 20 тысяч купить лучше машина была любая долонги и сам бюджетная квадратная и в чем ее преимущество перед башем это реально проверенную модель на 2003 года производится тот самый первый машин какой-то начали так и производит до сих пор это машина который стоит в офисах по 8-10 лет во вторых это довольно неприхотливая машина уже машина среди нормальными регулировками крепости и да она горчит кофе но до 20000 знаете ли мы сейчас не будем придираться прямо к с какому-то великолепному качеству кофе до 20000 наша задача следующая чтобы она готовила кофе и чтобы она не сломалась прошу понимаем что надо понимать что бюджетные машины покупают люди которые не очень богаты и для них эта покупка ну это не маленькие деньги есть она сдохнет через год или через два после окончания гарантии эта проблема и надо мне больше долги 5 лет гарантии тут мы сейчас говорим не об этих увеличенных сроках так вот даже не надо сейчас не берем директор просто вот главное чтобы она не ломалась прям нормальные сроки большая соответственно если преимущество баша перед долги то есть были бы в том что он не такой шумный потому что долги я сам эта серия самая вообще шумная пожалуй не знаю в мире ли но то что продавалось в россии для дома это назначил самая шумная машина даже сравнить со старыми коммерческими это раз во вторых как я тогда уже сказал что модели хоть и относительно новая то есть продавался к тому времени уже второй год но особо данных по ее ремонту все-таки сервису нет и лично я сталкивался с ней два раза когда ее продавал новый мой мастер сталкивался один раз когда ему принесли чисто на проверку потому что странно она работала и попросили проверить нормально ли с ней все или нет оказалось что нормально просто так работа заводшим блок у него участка сейчас вы увидите кадры из видео с канала кофе мастер ссылочку на его канал я оставлю в описании не могу сказать что я прям как-то особо рассматривал канал что-то много хороших видео но два разбора именно прежде всего разбора вот этого баша и аулики они интересные бог по башу вообще огромное спасибо канал кофе мастер то что у меня появилась возможность увидеть его внутри и что подтвердил мои опасения вообще насчет этой модели и так смотрим видели что у нее внутри и так это у нас кофемолка я ее разобрал почистить и первым делом что бросилась в глаза разобрав ее оказалось то что верхнего ножа у нас нету то есть эта система работает следующим образом кофе попадая в кофемолку перетирается одним ножом просто счет того что прижимается к металлическому основанию подобию верхнего ножа который таким образом уже притирается именно по жернову на самом деле первый раз вижу такое решение для меня это такое ноу-хау от фирмы bosch это называется экономика должна быть экономной зачем делать два ножа когда и один работает ну вот сейчас даже посмотрев в каком составе поставляется кофемолка я был не удивлен то что ножи отдельно не поставляется поставляется как кофемолка целиком в сборе и это как я понимаю датчик протока нового типа то есть очень интересная история с ним я еще буду разбираться но уже интересно это не типичная система которая видит воду сам сама получается клемма то есть очень похоже на клемму датчика протока стандартного вот но как она работает мы еще будем разбираться у нас проточный бойлер очень похож на бойлер делом гена новых есть уже такие бойлера вот именно в таком исполнении когда расходится когда придет новый бойлер заказаны на белонге мы сравнили с вами коннекторы ну в общем схем это бошевская но бойлер уже отличается далее здесь открываем довольно мощно руки какие-то не очень нравится концевик на дверь стоит его в общем то можно замкнуть через отверстие далее нижней нижняя механическая защита вы не закроете дверь пока не поставите поддон вы ставите поддон и защита поднимается если мы убираем поддон то дверь снизу у нас блокируется защита от дурака так называемая не знаем насколько она будет живучая конечно вопрос с кофемолкой прям летает в воздухе потому что непонятно с такой как бы системой как это будет с годами работать насколько это жизнеспособно что машина свежая 18 года и уже вот какие-то проблемы с с приготовлением кофе здесь у нас стопор вытягиваем заварочный узел заварочный узел если вы не видели выглядит вот таким вот образом массивный то есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Странная модель, которую рекомендовать уже в 35 тысяч рублей как-то страшновато. Продолжение следует... Соответственно, все случаи, которые возникают так рано, в течение полугода после продажи, это обычно косяк со сборкой, поэтому судить по ним нельзя. Надо дождаться, когда пройдет примерно 3 года с момента выпуска модели, начала продажи. Потому что люди не сразу покупают новые машины, я вас удивлю, они покупают их, к примеру, через полгода, через год, после того, как поступили в продажу в России. Потому что и на полках-то появляются эти машины гораздо позже. И тогда можно будет ввести какую-то там статистику. И то в нашем деле мы больше опираемся на личный опыт, чем на объявленную статистику сервисных центров и так далее, потому что там не всегда можно доверять. Так вот, пока мое мнение заключается в том, что это реально экономия. Я здесь полностью согласен с кофемастером. Это экономия стоять один жернов вместо двух. И это приведет к повышенной нагрузке на ребристость, то есть на саму структуру жернова. И, во-первых, на мой взгляд, на мой взгляд, это приведет к тому, что этот жернов будет очень быстро лысеть. По сравнению с такой же кофемолкой, но с двумя нормальными жерновами, стоящими в каком-нибудь EQ-6. Это раз. Во-вторых, возможно, будет слишком дополнительная нагрузка. Не только в плане того, что он будет изнашиваться, а просто физическая нагрузка на этот жернов происходит больше. И, соответственно, при попадании какого-то не до конца обжаренного зерна, очень светлого, на мой взгляд, могут возникнуть какие-то проблемы. Какие? Я не могу ничего сказать, потому что, повторюсь, не сталкивался. Но не просто так оба жернова раньше делали рабочими, то есть желобами. Потому что у вас получается один жернов, он давит, второй крутится. И вы как раз, когда меняете высоту, вы, соответственно, уменьшаете или увеличиваете помолк. Так вот, у вас, когда снизу крутится зерно, оно получается обтесывается и снизу, и сверху в нормальной кофемолке. Мы, конечно, сейчас говорим о плоско-параллельных. Существует еще другой вид жерновов конический, но мы сейчас об этом не говорим. Так вот, и у нас получается такая случая, что сверху у нас здесь ничего не молится, а просто давится. И, соответственно, зерно-то не совсем равномерно попадает на этот жернов. А так как сверху у нас дополнительного трения нормального не происходит, я вполне могу предположить, что, по-моему, особенно на мелких настройках, там не очень-то и равномерный. А видео, которое показано кофемастеру, вроде помол там стоит нормально. То есть, я не могу сказать, что он крупный, как был на старших швейцарских машинах. Поэтому на однородность очень хотелось бы посмотреть через полгода работы, насколько однороден выходит помол. Однородность помола для эспрессо – это прям вот все. Если у вас частички этого помола разные в таблетке, ну, ребята, эспрессо с этого не заварится. Дальше, заварочный блок. Заварочный блок я не буду ругать, потому что я не знаю, как реализован он конкретно в данном случае, но на вид он выглядит хорошо. Более того, в EQ9 тоже винтовой заварочный блок. И в теории вот эта система, когда у нас не механически давится, а именно закручивается система, по идее, должна создавать больше давления и лучше формировать таблетку. По-хорошему, да? Как это реализовано в этом баше, насколько это качественно, опять же, покажет практика. Но надо понимать, что это какая-то новинка, которая, по идее, более технологическая, чем старый заварочный блок, на бюджетной машине. Соответственно, очень маловероятно, что этот заварочный блок по качеству, или, по крайней мере, по вниманию, который мы уделяли, будет равен тому заварочному блоку, который стоит в EQ9. Который стоит от 100 тысяч, да? Самое, к чему я веду. Дело не в том, что хороший заварочный блок или плохой. Покажет практика. А в том, что если вы его уроните, или что-то с ним случится, стоит это будет гораздо дороже, чем стандартный башовский при замене. Женова отдельно не продаются. Как обычно меняется на стояк, и продается вся кофемолка. А кофемолка сама вся стоит, естественно, дороже, чем отдельный женова покупать. Плюс, очень интересный момент, что помимо минимализма и датчиков, которые мне не понравились, как там устроено, особенно датчик контроля поддона, да? Что дверца у вас не закрывается, пока поддон не ставится. Это легко сломать просто даже. Да? Ладно, это мы все оставляем. Все-таки больше зависит именно от человека, как он ухаживает, сломает он там, что-нибудь повредит эти датчики или нет. Но, тем не менее, все это выглядит довольно-таки хрупко. И последний момент, с которым столкнулся именно мастер, с которым я работаю, тоже зовут Андрей, он сказал следующую вещь. Это сейчас субъективизм, то есть, но он сказал, что по его ощущениям, эта машина, она не такая маленькая, блин. Вот, я ее живую продавал, ни хрена она не маленькая. Так вот, эта машина, она весит легче к смолу. То есть, самая маленькая, бюджетная. Ну, вот сейчас появятся у вас фотографии, да? Вот, здесь я вам сейчас появятся у вас также данные сравнения размеров Xmola и Bosch. Так вот, чисто навес, это пушинка, как он сказал. У нее, вот заваршивший блок у нее такой хороший, тяжелый, а вот все остальное легкое. Она легче Dasha Xmola, хотя, по идее, мы даже сравнивать уже должны с минутой. В общем, мое мнение такое. А этот Bosch, о чем я и говорил, почему стоял на посылке. Этот Bosch можно покупать по акциям на Алиэкспрессе за 20 тысяч, ну, или Siemens EQ3, если он будет, да? За 20 тысяч, не больше 25 тысяч, однозначно, потому что больше 25 тысяч можно найти Мелиту по акциям, можно еще найти, и только в случае, если вы хотите чисто новую машину, конечно, мы говорим. И второе условие, при котором, после цены, за которую стоит покупать, это два случая. Первый случай, это если для вас очень важна максимальная шумоизоляция в машине, чтобы она максимально была тихая. То есть, в этом случае вам DeLonghi, конечно, с ее грохотом она не подойдет. То есть, если у вас маленькая студия с ребенком, то какая там студия, блин? Если у вас хрущевка, с кухней даже отдельной, все равно с утра DeLonghi будет будить всех, в том числе и соседей. Если у вас хреновая звукоизоляция в доме. А с башом такого, конечно, тем не будет. Но все-таки, это вот первый аргумент в пользу баша. Второй аргумент, это если вы не хотите сами учиться панарелло сбивать, и да, здесь нельзя назвать прям автоматический капучинатор, но все-таки он сбивает без вашего участия. Вам надо только опустить его, и все. А, соответственно, если вы считаете, что вам будет проблемно сбить панарелло в DeLonghi, а вы хотите именно от этой кофемашины, прежде всего, именно молочный кофе, тогда да, до 20 тысяч можно предпочесть этот бош перед DeLonghi. Но надо понимать, что, например, я не могу предсказать, сколько он у вас проживет. Да? Год, два, три, может быть и все пять, десять, и может быть наши опасения по поводу кофемолки окажутся беспочвенными. Но, в целом, пока скажу следующее. Не покупайте эту машину дороже 25 тысяч, и даже не рассматривайте. В эти ценники вы можете взять Melito Perfect Solo Milk, или любую Melito Solo. Вы можете найти него на 520, либо него на старого образца 646, например. Они будут, она уже с молочником идет автоматическим. Вы можете, если вам очень дешево, можете рассмотреть некоторые DeLonghi и сам, и даже E-cam. Вот. Вы можете купить некоторые представители Philips минуты, в том числе в 35 тысяч, сколько сейчас стоит Siemens EQ3, это с капучинатором 35, 58, 35, 59. Вы круп сможете, ой, круп, ну да, круп сможете купить, но лучше не надо. Вы можете купить кафедницу за эти деньги. То есть, у вас выбор есть. И покупать непонятную для мастеров, и пока без статистики не надо. Единственное, что я могу сказать про этот Bosch с разбора, и вживую, когда я его видел, только одно хорошее. То, что у него кэбл-менеджмент отличный. То есть, это как говорят сборщики компьютеров. То есть, видите, там на видео, если вы заметили, как аккуратно все провода не только сцеплены между собой, да, с стяжками, как они аккуратно к частям приложены, чтобы и месиво, как у некоторых моделей Philips, внутри там нет проводов. Ну, все, вот единственное, за что я могу похвалить этот Bosch. И, возможно, если этот заварочный блок нормально работает, то еще за заварочный. Потому что винтовой заварочный на дешевом машине, это круто. Но пока, в общем, точно, ребят, не покупайте. Особенно не покупайте, если у вас есть возможность купить нормальную машину проверенную. На сегодня все. Пейте вкусный кофе, покупайте хорошие кофемашины. Продолжение следует...